До выпускного еще 4 месяца, но 11-ти клашки уже усиленно рыщут по интернету, используют другие источники, чтобы определиться с будущим учебным заведением и профессией, которой посвятят, может быть, всю жизнь. В нашем городе начались профориентационные мероприятия, которые призваны облегчить молодым людям данный выбор. Одна из таких встреч состоялась в средней школе номер 9. Стоит ли говорить о том, что ребята агитировали за военные специальности? Комиссар Слонимского райвоенкомата Олег Владимирович Корнелик доступно рассказал ребятам о преимуществах такой профессии, как Родину защищать. По окончанию военной академии или другого военно-учебного заведения гарантируется трудоустройство. Все ребята, выпускники получают воинское звание лейтенант и все 100% трудоустроиваются. Нету такого, как на данный момент в нашей Республике и Беларусь кому-то приходится искать из выпускников гражданских заведений себе специальность. Ребята по окончанию учебного заведения лейтенант в среднем получает в зависимости от должности на данный момент примерно около полтора миллиона белорусских рублей. Зарплата постоянно растет. Растет воинское звание, растут должности. Нету такого, как на гражданке можно закончить университет и где-то проработать всю свою трудовую деятельность мастером, прорабом, главным специалистом. И только единицы имеют карьерный рост. Здесь в любом случае карьерный рост будет. Лейтенант, старший лейтенант, это соответственно должности командир взвода, командир роты, начальник штаба, комбат и так далее. Соответственно растет и зарплата. Немаловажным сегодня для молодых людей является и квартирный вопрос. И здесь для военных есть некоторое преимущество по сравнению с гражданскими. По окончанию учебного заведения гарантировано получение служебного жилья и в дальнейшем получение жилья по льготным на данный момент кредитам. Не дадут собрать офицеры, даже вам приведут пример. Военный комиссариат недавно прибыл офицер с воинской части 6-й дневной бригады. И один из первых вопросов занимался трудоустройством жены и обеспечением жильем. Есть возможность сейчас было у нас в городе Спонии выдать ему общежитие, но офицер избрал другой путь, он снял квартиру. В данном случае офицеру ее семьи квартира на процентов примерно 60 оплачивается. Для информации, два офицера военного комиссариата служебное жильем двоим оплачивается. Такая же самая ситуация в войсках. На выбор абитуриентов в Беларуси есть немало учебных заведений, где готовят военных. Всю интересующую информацию можно с легкостью найти в глобальной сети. Сегодня среди слонимчан уже более 30-ти изъявили желание выбрать военную специальность. Значит, ребята, которые до 18 лет, необходимо согласие родителей. Дальше, на всех будут оформляться допуск в госсекретном. То же самое, надо будет согласие, что будут вам разрешен допуск в госсекретном документе. В прошлом году у нас было пару ребят, выпало по состоянию здоровья. Иногда требуется небольшое хирургическое вмешательство. Или где-то надо подлечиться. Элементарное заболевание. Ребята подают заявление. Пока проходят процедуру лечения, уже становится поздно. У вас есть еще примерно полгода, чтобы этот вопрос закрыть. Дети, а также их родители послушали представителей учебных заведений, которые более детально рассказали о военных специальностях. Напомним, что если вы решили поступать в военный вуз, вам необходимо обратиться в Слонимский военный комиссариат. И как можно скорее. Удачного выбора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова